МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале недели сообщили о том, что освобожден от ответственности Василий Ни, бывший президент Международного центра приграничного сотрудничества Харгос, которого в сентябре прошлого года задержали, а потом арестовали в связи с подозрениями о получении взятки. И в качестве аргумента, почему это произошло, судебные органы рассказали о том, что он пошел на сотрудничество со следствием, ранее не привлекался, получил очень позитивные характеристики. И в социальных сетях вопрос, который, наверное, странно звучит, но именно его я хочу вам задать. Что это было? Михаил, я не знаю всех деталей и нюансов этого дела. Я также, как и вы, узнаю подробности из средств массовой информации. И на данный момент, сегодня я, наверное, к тому комментарию, который давали судебные органы, мне пока добавить нечего. Со своей стороны, как Министерство информации и коммуникации, мы готовы предоставить любую площадку для более подробного разъяснения этого решения со стороны судебных властей, если это потребуется. Я думаю, что это важно, потому что такие, такого рода решения, когда они непонятны большинству у граждан, вызывают сомнения в базовых ценностях правосудия, например, в том, что такое справедливость. Потому что есть люди, которых за гораздо меньшие суммы сажали на приличные сроки, а в данном случае человека отпустили. Просто это прецедент, который вызывает очень большие споры. Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, что судебные органы в той или иной степени дополнительные пояснения по этому делу дадут. Спасибо, будем ждать. Очень важный вопрос. Это работа Национальной комиссии по модернизации общественного сознания. Состоялось первое заседание комиссии. Созданы рабочие группы. Определены, кто будет их возглавлять, чем они будут заниматься. Вы тоже стали сопредседателем одной из рабочих групп. Но у людей возникли вопросы по составу комиссии. Очень много чиновников, очень много акимов, министров в составе комиссии. Чем объяснить именно такой состав комиссии и насколько эффективна будет ее работа в таком составе? Вчера состоялось первое заседание Национальной комиссии под председательством Адельбея Крискельдиновича, руководителя администрации президента, где он ответил на все эти вопросы. Необходимость такого количества чиновников вырастает, в том числе выросла за счет акимов. Но реализацией, допустим, такой программы, как Туанжер, должны заниматься акимы. Поэтому здесь все четко обосновано. Другое дело, что теперь будут рабочие группы, которые будут непосредственно вносить предложения на Национальную комиссию. А состав рабочих, групп, он как раз и будет определяться уже конкретно тематически. Вот в состав рабочих групп, я абсолютно уверен, войдет еще более широкие слои нашего населения. И вчера Адельбея Крискельдинович очень четко, подробно рассказал, чем будет заниматься каждая рабочая группа, какое направление и какая стоит перед ними задача. Я могу несколько примеров привести. Допустим, под группу по 100 новым учебникам возглавил министр образования, который будет это внедрять. И возглавил, допустим, Раван Кенжиханула, человек, который основал википедию на казахском языке. Очень интересная прозвучала фраза Адельбея Крискельдиновича о том, что мы во главу угла ставим именно знание, а не идеологию. Это означает, что учебники будут соответствовать самому простому и главному критерию. Это знание. К примеру, единственный человек, который возглавил под группу по переводу на латиницу, это ученый видный Ерден Хожебек. Это означает, что мы во главу угла ставим чисто филологический вопрос, а не политический. Ну и также по всем подгруппам. Допустим, ту же группу Туанжер, естественно, должен возглавить человек, который курирует в целом из администрации региональное развитие, то есть который будет в целом работать со всеми акемами, взаимодействие будет. Второй человек, который возглавил, это ректор Ерлан Садыков. Тоже очень знаковая фигура, серьезно усиливающая эту работу. Все, в принципе, логично. Даже наша подгруппа, которую мы будем возглавлять, это 100 новых лиц. Соответственно, тоже логично. С тем, что мы будем представлять медийное освещение этих людей. АНК, Дархан Хамзабекула, как раз будут, я думаю, в том числе вместе с нами определять новых лиц. Еще раз, там тоже был вопрос, когда руководитель администрации сказал, что это не вопрос списка, а вопрос истории успеха тех людей, которых мы еще не знаем, но которые добились каких-то успехов в каждой своей отрасли. Тоже очень важное замечание. Теперь, как только будут сформированы рабочие группы, мы состав их тоже опубликуем. То есть мы тогда еще больше людей вовлечем в этот интересный процесс. На этой неделе была поставлена, не скажу точка, но такая точка с запятой в вопросе о лишении гражданства за терроризм, потому что правительство одобрило, в принципе, поправки, соответствующие в закон. Стало понятно, обвиняемые по каким статьям будут лишаться гражданства. Зачем вообще это необходимо и какова дальнейшая процедура? Правительство одобрило, что дальше? Все верно, да. Правительство одобрило концепцию. Теперь это будет рассматривать Можилист. Депутаты, я думаю, внесут свои замечания и предложения. Во время того, когда законопроект будет в Можилисе, насколько я знаю, в Можилист сейчас активно привлекаются общественные организации для обмена мнениями, дискуссий. Поэтому в этом вопросе все еще обсуждается. Я думаю, что когда будет принят закон, я думаю, все мнения будут учтены. Очень важный момент в том, что масштабы терроризма по всему миру растут. И они приобретают все более и более изощренные способы. И еще не придуман реальный действенный механизм борьбы с терроризмом. Все страны в той или иной степени ищут. Насколько я помню, даже в Швейцарии несколько раз поднимали этот вопрос о том, чтобы лишать гражданства террористов. В той или иной мере это обсуждение идет во многих странах. И мы не исключение, естественно. Эта норма все-таки больше направлена на тех людей, которые воюют за рубежом. Мы не хотим, чтобы люди, получив навыки боевых действий, навыки профессиональной подготовки, в первую очередь деструктивных течений, мы не хотим, чтобы они приезжали в Казахстан, обладая всеми этими навыками и представляли угрозу для нашей страны. Ну, еще раз, точка над этим вопросом не поставлена, обсуждения будут. Я думаю, более полное разъяснение мы еще услышим, в том числе и в стенах парламента Республики Казахстан. Ну и в завершение, Дурина Скорбекович, я хотел вспомнить немного нашу постоянную, но немного подзабытую рубрику. И спросить вас, какие события или какое событие за последние дни произвело на вас наибольшее впечатление? Вчера состоялась сессия Ассамблеи народа Казахстана, которую провел глава государства. Были очень интересные выступления. Каждая из этих историй, рассказанная на трибуне, это, я думаю, тема для отдельного документального фильма. Я нахожусь под впечатлением от Базарбаева Асель. Она прям очень просилась выйти на сцену, очень эмоционально выступила. И оказалось, что она жертва деструктивных религиозных течений. Ей удалось вырваться из этого радикализма, и она вернулась в традиционную религию. Для нее последним рубежом того, после чего она отказалась от деструктивного религиозного течения, стало то, что когда они потребовали от нее отказаться от родителей. От родителей? Да, от родителей. И это еще раз, наверное, показывает, насколько сильны у нашего народа в Казахстане традиции, в том числе и семейные. И второй момент, который она сказала, что сотни людей подвергаются влиянию деструктивных религиозных течений. Десяткам удается осознать, и только единицы могут вырваться. Она сейчас занимается благородным делом. Она занимается тем, что сейчас помогает таким же женщинам, какой она была, чтобы вернуться в нормальную семейную жизнь. Дорогенский Ребекович, я благодарю вас за то, что вы ответили на мои вопросы. Уважаемые телезрители, вам большое спасибо за внимание. До встречи через неделю. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова